Дорогие друзья, я вновь вас рад приветствовать на моём канале. Прежде всего хочу выразить огромную благодарность тем, кто оказывает поддержку нашему молодому каналу. Также призываю вас в дальнейшем оказывать поддержку, кто в каком виде может. Ваши лайки, репосты, комментарии, всё это поддерживает продвижение канала. Также не забывайте, друзья, заказывать книги, которые изданы в твёрдой бошке, на нитке с прошивкой, в самом наилучшем качестве. Итак, друзья, сегодняшний тезис будет, как и прежде, «Славяне из поков веков заселяли земли всей Европы, вплоть до Атлантики». Это кажется сейчас невероятным, но так оно было, и это абсолютно спокойно можно показать, как говорится, на пальцах. В этом выпуске мы с вами детальнее остановимся на землях Германии, которая называется «Дойчленд» в немецком, а ещё совсем недавно называлась «Рюскленд». Вот об этом моменте интересном в этом выпуске вы услышите чуть попозже. Хорошо известно в исторической археологической науке, что культуре так называемых боевых топоров, колоколовидных кубков, которая была распространена в центре и на севере Европы, в том числе и на землях Германии, предшествовала культура возрастом 3-4 тысяч лет, которая называлась «Рюсен». Это так, для начала. Все археологические находки, все раскопанные могильники, курганы, которым несколько тысяч лет, все, по словам немецких и вообще мировых археологов, говорят только о том, что ничего, кроме славянского, там нет. Также археологи почему-то начали называть Германию как «кладбище славянских народов». Не совсем согласен с этим выражением, поскольку действительно многие были уничтожены, но многие остались, просто они ассимилировались и превратились в немцев. Хотя по крови, по генеалогии, по мировоззрению они являются теми же славянами, которыми и были. Нам известно множество славянских народов, заселявших территорию Германии. Это те же Венеды, Ратори, Абодриты, Ророги, Лютичи, Лужицы, Палабы, Хижане, Череспеняне и многие-многие другие. Множество свидетельств о пребывании, о том, что эти земли занимали славяне, сохранились в трудах таких авторов, как Титмара, епископа Мерзебурского. Чуть позднее – Адама Бременского и Гельмгольда. Все они описывали именно одно и то же, что эти земли занимали славяне. И также в своих письменах папа Николай I в 891 году также пишет о том, что, например, город Гамбург находится в пределах проживания славянских племен. Да, стоит сказать, что одним из важных факторов сохранения былых времен исторических являются топонимы и гидронимы, которые не меняются тысячелетиями или которые искажаются уже со временем по политическим мотивам. Так вот, на германской земле остались тысячи топонимов, гидронимов, названий городов, которые свидетельствуют о славном славяно-арийском прошлом этой земли. Ну, например, эти названия сохранились в названиях Барусия, Бавария, город Берлин, как расшифровывается, как логово Бера, то есть Медведя, Мелькенбург, он же Микуленбург, Шверин, Зверин, Брандебург, Бронеборг, Лейпциг, тот же Липецк, Брауншвейг – это Брунзовик, город Росток и множество-множество других. В свою очередь, также море, называющееся Балтийским еще до начала XX века, называлось Славянским на многих картах и на некоторых Варяжским. Одним из главных центров древней славяно-арийской империи, которая занимала территорию практически всей Европы и Евразии, был город Аркона, который был расположен на острове Рюген, он же известен нам больше как остров Руян или остров Буян. Вспоминаем у Пушкина «Остров на море лежит, город на острове стоит». Именно про Аркона маленькому Пушкину рассказывала в былинах и пересказах его няня Арина Родионовна. Центр Руси, славян-ария, занимал обширную территорию. Именно центр ее находился сейчас в север Германии, Дания, Призия, Скандинавия и помирания нынешняя, Пруссия. Это был один из центров славян-арьев еще каких-то тысячу лет назад. Ватикан организовал специальный крестовый поход по уничтожению ведической культуры в Европе. И в 1147 году, после так называемого Венского крестового похода против палавских славян, Рюген Аркона пала в 1168 году. То есть Венетам удавалось более 350 лет держаться в самом центре Европы, защищая свои многовековые традиции, ведическую культуру, и выступая против христианизации Европы. Одним из последних князей славян-абадритов того периода был Никлод, погибший в 1160 году во время битвы и основавший династию Мекленбургского дома, которая существует с XII века. В память об этом отважном полководце увековечена в величественной скульптуре Никлода в Шверинском дворце. Также одним из древнейших старорусских центров на территории Германии является город Ретро, о которой также пишут многие известные личности X века. Город Ретро, как удалось установить археологам, был построен примерно в V веке до н.э. и был огромнейшим центром старой ведической культуры Славианарии. В нем находился статуя Рады Гаста, которым они поклонялись, а в Арконе, в дополнение стоит отметить, находилась статуя Свентавида. То есть это статуя триглава, который смотрит в разные стороны свет. Город Ретро по приказу Рима с храмом и близлежащими селениями было уничтожено в 1157 году герцогом саксонским и баварским Генрихом Львовым из немецкой династии рода Вельфов. После мощных ударов Ватикана этим славянским племенам пришлось уходить на восток, на северо-восток своим собратьям. Аркона и сам остров Буян, Руян, вошел после поражения славян в составе епископства Роскилле, центр которого находится на острове Зеланд, что сейчас в Дании. В этом же Роскилле находится древний храм, костел, который сохранился до сегодняшнего времени, в котором похоронены в том числе славянские правители, начиная с IX и по XII век. Многие ученые, лингвисты с уверенностью утверждают, что и язык немецкий, как и группа романа германских языков, имеет в своей основе старославянский язык. Также ученые, которые исследовали остатки разрушенной ретры в ГДР, обнаружили письменность, и при сравнении они пришли к выводу, что она наиболее близка к русской азбуке. Славянская, венецкая письменность прекрасно описана в книге выдающихся словистов Бора и Тамажича. Венеты и отруски у истоков европейской цивилизации. Сравнение графических символов букв неопровержимо доказывает, что греческий алфавит более чем наполовину заимствован из древнего венецкого, то бишь старославянского письма. Множество факторов говорит о том, что древнеславяно-арийский или старорусский язык является неоценимым богатством и цивилизационным фактором, без которого невозможно представить создание и формирование европейской цивилизации. Ведь не зря еще вплоть до средних веков Европа носила свое исконное название Венея, оставив напоминание об этом в названиях городов Вена и Венеция. Но, как мы имеем возможность с вами наблюдать, этот цивилизационный фактор пытаются всеми силами уничтожить. Безусловно, это делается с целью мошеннической подмены. Старославянский, русский язык, ведическая культура, как определяющие факторы европейской цивилизации, выбрасываются, а их следы уничтожаются. Автоматически латынь становится матерью европейской культуры. Письменность древних греков, учителей Европы в кавычках, становится прообразом латыни. Ну а финикийская, семитская, якобы письменность служит прообразом греческой. Этот абсурд опровергает множественные артефакты и книги того же Бора и Тамажича, где речь идет о том, что самые древние финикийские надписи датируются всего лишь XIII веком до н.э., в то время как Венецкие не менее чем III тысячелетиям до н.э. то есть являются гораздо более древними. Эти данные подтверждают тот факт, что реальной культурной почтой европейской цивилизации является древняя руссо-венецкая или славяно-арийская, а не выдуманная греко-семитская культура. «Управляя прошлым, управляешь будущим». Хорошо известная фраза. Так вот, начиная с XVI века в Западной Европе целенаправленно писалась сложная версия всемирной истории, начиная с введения Григорианского календаря Папой Григорием XIII в 1582 году и, соответственно, введения Скаллигеровской хронологии 1583 года. Эта фальсификация производилась путем подлога такими выдающимися германо-иудейскими историками, в кавычках, как Байер, Миллер, Шлёцер, которые возглавляли Российскую Академию Наук и с которыми в борьбе чуть не пострадал Михаил Ломоносов. Его даже пытались посадить на некоторое время в жандармерию. Они исказили до невозможности всю древнерусскую историю, в результате чего в немецко-иудейской версии истории не было места ведической славяно-арийской империи, в том числе этрускам, поскольку все достижения человечества приписывались античным древним грекам и римлянам. Этруски мешали, поэтому их отправили подальше в прошлое, в VII-VIII века до н.э., еще до основания Рима. Получилось, что история русов Западной Европы, этрускам, само название которых «расна», «расена», «росы», отнесли в слишком далекое и нечитаемое прошлое и таким образом попытались уничтожить следы славяно-арийского присутствия в Западной Европе. В этой связи примечателен любопытный факт. Один из основных историографов Римской империи является Теодор Момзен, который жил и трудился в XIX веке. Немецкий историк, филолог и юрист, лауреат Нобелевской премии по литературе 1902 года за фундаментальный труд римской истории в пяти томах. Он напрочь отрицал этрусское влияние на культуру Рима и не учитывал археологических данных при решении вопроса о возникновении Рима. Хотя современными археологами и историками прекрасно установлен тот факт, что именно этруски строили эти известнейшие римские дороги, которые сохранились до наших дней. Именно этруски были носителями той культуры, которую впоследствии назвали римской. И возвращаясь к лауреату Нобелевской премии Момзену с его римской историей, важно сказать, что нигде не афишируется, что при написании труда он использовал рукописи из Ватикана, также из библиотек Берлина и Вены. При этом рукописи внезапно сгорели в его доме при пожаре в 1880 году. Весь огонь уничтожил 40 тысяч исторических источников, и проверить, о чем писал Момзен, стало невозможно. И с тех пор этот пятитомный фальсификат римской истории стал своеобразной Библией для историков во всем мире. Хотя на многих средневековых картах, как, например, карта Отечной Европы 1595 года, составленная знаменитым и признанным официальной историей картографом средних веков, Авраамом Артелием отсутствует как Западная, так и Восточной Римской империи. Хотя по современной истории Момзена они должны были не только существовать, но и процветать. Большую часть, как вы можете видеть, на карте занимает Скифия и Сарматия. Более того, важно сказать, что нет серьезных документальных доказательств того, что в течение 500 лет была такая империя, которая сейчас называется Римской. Говоря о современном германском языке, любой лингвист вам скажет с полной уверенностью, что он на 70% совпадает с фидишем, с основным бытовым языком евреев. Как же так это могло случиться? Возникает вопрос любого человека. А ответ кроется, опять же, в важных некоторых исторических моментах. Считается, что центром формирования германской и не только государственности в VII веке был город Шпайр. В то же время еврейская община города Шпайр, что близ города Вормс, положила начало этнической группе Ашкеназы или Аскеназы. Хотя стоит отметить, что Аскеназы не являются этническими евреями. Это можно более назвать религиозно-корпоративная культура, которая живет по определенным правилам. Так вот, пережив множество гонений, как и в Англии, как и в Испании, евреи сосредоточились на землях Германии. И постепенно они проникли в высшие слои общества, в аристократию и потихоньку начали навязывать свой язык в окружении. Они всегда тесно взаимодействовали совместно с Ватиканом. Вот что иудеи говорят о периоде уже Германии XX века начала. Действительно, нигде в мире, пожалуй, иудейское господство, подготовленное предыдущими столетиями постепенной иудаизации, не было таким сильным, плотным и всесторонним, как Веймарская Германия. Напомню, это Веймарская Германия, это период с 1918 по 1933 год. Так вот, величаво и безмотежно похваляясь, евреи говорили о том, что никакие усилия антисемитов не остановят растущую силу германского еврейства, декларировал сионистский деятель Гроссман на страницах берлинского журнала «Рассвет» в 1929 году. «Почти невозможно найти хотя бы одну остросль германской жизни, в которой евреи не принимали бы более чем видное, господствующее участие», подчеркивал он. «Большая часть этих процветающих предприятий, в которых евреи являлись инициаторами, руководителями или финансистами, по самой природе своей постоянно находятся на виду у публики. Это мир политики, литературы, театра, фильма и так далее». То есть мы можем просто констатировать тот факт, что постепенно иудейской среде удалось проникнуть в руководящие структуры германской земли, руководящие структуры бизнеса, банковской сферы, и постепенно, примерно со средних веков, удалось натянуть свой язык германскому, то бишь славянскому народу. Но Германия никогда не разговаривала на одинаковом языке. Знаете, что есть? Там низкий немецкий, хохдойч, высокий немецкий, который, кстати, был принят как язык вообще германский только на филологической конференции 1904 года. Многие германские земли, которые назывались среднего века марками, что соответствует графствам, каким-то землям небольшим, продолжали разговаривать на язык, похожий на славянский, старославянский. Вот поскольку славяне остались проживать на этой территории, просто они были с помощью иудеев, Ватикана иудаизированы, и натянутым был за уши протестантизм, лютеранство. Протестантизм, как вам известно, он наиболее близок по своей сути к иудаизму. Вот такой вот переворот случился в сознании немцев. Такой вот эксперимент они пережили. Более того, в Германии в прошлом веке пришел к власти известный всем Адольф Гитлер, настоящая фамилия которого была Шекельгрубер, что переводится на русский как «сборщик шекелей». То есть «ариец» в кавычках Адольф оказался некошерным и лишь прикрывался выдуманным прозвищем. Действительно доказано неопровержимо то, что Адольф являлся иудеем, и что вся эта задумка со Второй мировой войной, тоже существует такая версия, которая является очень правдоподобной, тоже срежиссирована с помощью иудейского капитала, поскольку в результате как и Первой, так и Второй мировой войны больше всего заработали на этом еврейские банкиры, Ротшильдеры, Квеллеры, Варбурги и другие, которые финансировали эту войну. Зарабатывали банкиры на таких операциях на протяжении всей истории, как была создана банковская система. Да, и на данный момент идентичность немецкого и идиша неоспорима, поскольку евреи и немцы прекрасно понимают друг друга и становится очевидным, что иудейство исторически просто использует немцев, которые генетически являются славяно-ариями, русами, в своих корыстных целях, а именно для уничтожения, например, себе подобных, как усекновение усопших колен Израилевых, что происходило во время Второй мировой войны, так называемый Голокост, и для истребления представителей белой расы. То есть во время Второй мировой войны были лбами стукнутые славянские народы, которые проживали в Германии и которые проживали на территории Советского Союза. Да, важно отметить, что само понятие «германец», «героманец» обозначает, по мнению некоторых исследователей, исключительно военно-политического союзника Рима, а не этническую принадлежность. Также слово «гер», немецкое «хер», «господин», в иудаизме означает «человека, принявшего ги-юр», обряд обращения нееврея, то есть гоя, в иудаизм. Все последующие выводы напрашиваются сами собой. Тот же бывший харьковский раввин Эдуард Худас, который впоследствии выхрестился в православие, на страницах своих книг и в эфирах с полной уверенностью утверждает о том, что именно иудеи организовали благодаря Второй мировой войне Голокост, что Шикельгрубер, Гитлер и его еврейское окружение финансировали самыми богатыми иудейскими банкирами-варбургами, один из которых был замминистром финансов при Гитлере, Ротшильдами, Роквеллерами и другими. Эта операция была организована для уничтожения представителей белой расы. Как известно, во время Второй мировой войны погибло около 50 миллионов человек. А также для отсечения сухих ветвей израилевых, больных, бедных, немощных, сумасшедших и так далее, иудеев. А также это стало толчком для создания проектного государства Израиль, которое, по словам рупора еврейства Генри Киссингера, должно прекратить свое существование в 2020-х годах. Возвращаясь к тому вопросу, о котором я говорил в самом начале, каким образом Рюскленд стала Дойчленд, вот пришло время пояснения. Известно, что на скандинавских языках немцы называются туски. Этрусский — это латинизированное название народа, который еще в V веке до н.э. имел самоназвание росы, расы, расены, расна, русы и так далее. Это факт. При падении некоторых букв из слова «этрусский» легко выводятся тождественные понятия «русский» или «тузский». Применяя некоторые правила коверкания старославянских слов, которые использовал Ватикан с помощью латыни, из «рюск» «туск» легко получается «дуиц» «дуич». Важно отметить, что в древнеисландском языке установить, откуда все-таки пошло «рюскленд», название Германии, нам поможут древнеисландские источники. На древнеисландском языке слово «род» пишется как «рюд», «рьод». А в книге «Исландские анналы» от 1578 года указано четко, что «рудверска лэнд» равно «руска лэнд», равно «тускленд» и равно «германия». Комментарии излишни. Очень интересные события происходили во время окончания Второй мировой войны, о которой мало принято говорить. Так вот, Германия исчезла только лишь потому, что эти людоедские планы западных союзников по антигитлеровской коалиции не поддержал Сталин. В 1944 году Великобритания и США договорились о том, что Германию после окончания войны надо разделить на части, уничтожить тяжелую промышленность, а само население переориентировать на сельское хозяйство и создать аграрное государство. Это так называемый план Маргентау, министра финансов США того времени. Очень, кстати, напоминает план, по которому сейчас деиндустриализируется и превращается в мощное аграрное государство, средневековая Украина. Так вот, в сентябре 1944 года на второй Вебекской конференции этот план приняли Уинстон Черчилль и Франклин Рузвельт. К этому плану прилагалась записка известного Гарри Уайта, архитектора Бреттон-Вудской системы, в которой он говорил о том, что при выполнении этого плана Маргентау население Германии может сокраситься как минимум на 30 миллионов человек в течение нескольких лет. Но при этом план все-таки приняли. Известно, что один из еврейских советников Рузвельта, Самуэль Роземан, который входил в так называемый «кухонный кабинет президента», как в прессе называли круг его близких еврейских друзей-советников. Так вот, этот Роземан передал план Рузвельту, изложенный в книге его друга по газете «Джовиш Хроникл» «Еврейские хроники» Теодора Кауфмана «Германия должна погибнуть». Интересно, что согласно этой книге, согласно плану, о котором еврей Роземан советовал Рузвельту, излагалась следующая концепция. Предлагалась, слушайте внимательно, мобилизировать 25 тысяч докторов, чтобы каждый из них ежедневно стерилизовал по 25 немецких мужчин и женщин. И таким образом за три месяца все немцы, мужчины и женщины будут стерилизованы, а через 60 лет немцы, как нация, исчезнут, заявили еврейские консультанты Рузвельта. Также Роземан сообщил Рузвельту, что немецкие евреи также разделяют его мнение. Многие сейчас пытаются оспаривать это, что, мол, такого не было, но неопровержимым доказательством данного момента есть то, что Генри Маргентау, министр финансов, наиболее влиятельный в политических кругах США того времени представитель американского еврейства, писал в своих дневниках о том, что Рузвельт при нем заявил, «Нам следует быть жестким из Германии, я имею в виду немецкий народ, а не только нацистов. Ну, нужно либо кастрировать немцев, либо общаться с ними так, чтобы они не могли воспроизводить потомство, которое захочет вести себя так же, как они вели себя в прошлом». Вот такие ужасы 20 века. А дальше больше. Именно западные союзники по коалиции хотели расчлинить Германию на 9 или 11 отдельных территорий, что не дал сделать, опять же, тот же ненавистный Сталин, который настоял на том, чтобы оставалось две территории германские ГДР и ФРГ. Также волею судьбы, благодаря действиям Советского Союза, и произошло воссоединение Германии. Хотя на самом деле это было аншлюсом ГДР, хищническим ФРГ. Действительно, аншлюс такой был, но об этом, опять же, таки нетолерантно разговаривать в западном сообществе. Поскольку были приняты такие жесткие методы, о которых просто волосы встают дыбом. Итак, ФРГ запретила женщинам ГДР рожать, ходить на работу, не имея справки о произведенной стерилизации. Мужчин неохотно принимали на работу или только на самые тяжелые работы. То есть в этом аншлюсе СССР кинуло в ужасающую ситуацию немцев ГДР, ну, тех же славян. Просто бросили на произвол судьбы хищным капиталистическим кругам. Ну и напоследок, друзья, возвращаясь к той же Германии, о том, как ее и кто использует, 25 января 2022 года, как раз примерно за месяц до начала вторжения России на территорию Украины, появился секретный документ, связанный с Пентагоном и американским ВПК корпорации РЕНД. В документе прямо говорится о планах США относительно Европы полностью разрушить ее экономику за счет нападения России на Украину. Центральную роль в этом документе сыграло нынешнее правительство ФРГ. Ссылки на данный материал смотрите в описании. И ссылки на первоисточник. Данный материал был опубликован в шведской газете. Ссылки тоже смотрите в описании к каналу. Этот документ назывался «Спасение Америки. Ослабление Германии». Первый ее тезис. Экономика США может быть спасена только в случае мощного финансово-материального вливания извне. Второй тезис. Единственная зона, откуда может прийти вливание, Евросоюз. Единственный камень предковения на этом пути – это Германия. «Нужно вызвать кризис Германии, чтобы капитал побежал в Соединенные Штаты». Цитируем дальше. Как вызвать кризис Германии? Германия зависит от русской энергетики. Нужно сделать так, чтобы она ее лишилась. Для этого нужно стравливать Германию и Россию в Украине. Это идеальный момент. В результате нужно создать ситуацию, когда Россия не сможет не ввести войска в республику. После этого мы объявим их агрессорам, налагаем на них санкции, а они в ответ налагают санкции на Евросоюз и прежде всего на Германию. И Германия пострадает еще больше Евросоюза. Также в документе четко указано, кто же может осуществить провокацию в Германии. Это партия зеленых. Причем в этом документе написано, что, по их мнению, зеленые Германии – это ригидная группа. Их руководство, Бербок и Хабек, в профессиональном плане слабы, а как личности незрелы. Они никогда не признают свои ошибки, поэтому с ними будет легко и радостно работать. Вот, собственно, почему Украина и попала под раздачу. Друзья, это все материал для ваших размышлений. Выводы делайте сами. Информацию я не даю вам полную историю Европы или Германии, но мы будем с вами останавливаться на самых интересных, важных и умалчиваемых моментах, которые могут пролить свет на многое происходящее. Единственный вывод, который напрашивается в этой ситуации, благодаря тому, чему удалось обнаружить мне в исландских хрониках 1578 года, это то, что пора бы все-таки вернуть Германии и ее истинное название «Рюскленд», и тогда станет все на свои места. Друзья, подписывайтесь на канал, делайте репосты, помогайте нашему молодому каналу и проекту, как можете. Заказывайте наши книги, изучайте наши материалы на наших сайтах. Все данные находятся в описании к этому видео. До новых встреч, друзья!